Девушки отдыхают Девушки отдыхают Можно и сырыми, но лучше их потушить с мясом, с говядиной Значит, мы будем тушить грибы с мясом, с говядиной Ну тогда возникнут вопросы у наших зрителей У наших глазастых малышей Что первый канал смотрит по утрам А раковые шейки Куда? Это будет второе блюдо А креветочки? А штопор? Возник вопрос у наших самых старых зрителей Штопор не знаю, Ваня А штопор всегда лежит здесь На всякий случай, если захочет выпить Наш режиссер Ну что же, давайте начнем Что мы сейчас С чего начинаем? Значит, мы готовим первое блюдо Говядину Говядина, грибы С белыми грибами В сливочном соусе Ну это, вы знаете, блюдо такое Утреннее Ну серьезное, да Но второе полегче Давайте что, помогать вам с говядиной? Да, нужна говядина Говядинка моя Ну вот же она у нас Спорим, это она? Конечно Да, очень простое блюдо И очень просто готовится А откуда рецепт, моя дорогая? Откуда вы рецепт этот вот так вот выдел? Немножко из головы Ну вы что? Да, сочините А вы скажите, вот если вот вы Вы же много готовите Ну да Ну вы готовите Это комплимент и не более того Значит, вы много готовите Что удивительно, потому что вы Необычайно востребованная актриса И вот скажите мне Вот из ваших рецептов Процент рецептов, которые вы берете Из кулинарных книг от кого-то И ваших собственных рецептов Какой? Вот 50 на 50 Да вы что? Даже 75 вот своих Потому что я-то знаю огромное количество людей Которых в основном только по книжечкам А сейчас интернет появился Они еще нос в интернет засовывают Ну я тоже иногда интернетом пользуюсь Но в основном я люблю Вот проверенные блюда Которые я готовлю То есть этому блюду сколько уже? Сколько лет Но оно относительно молодое Да Я недавно его изобрела На основе Вот я была здесь когда-то давным-давно Ну ладно Еще вот Да вы что? Вот у Андрея Вот у этого? Да, да, да Прошу Так, дорогие товарищи Мы сегодня будем готовить с вами Курицу под кисло-сладким соусом Да, я время вижу у вас вот такую штучку какую-то интересную А штучка замечательная Дело в том, что молотый перец Так Он моментально выдыхается Включается в обычный порошок без запаха Поэтому если мы хотим Чтобы он сохранил аромат Его нужно молоть Вот на такой штучке, да? Вот сразу за крем продуктом Конечно Значит сейчас аромат у нас, да, получается? Да, ну конечно Когда рука устает И уже надоело Можно взять Досыпать уже молотом Нужна доска разделочная В смысле и нож Разделочная доска Прошу вас Да Так И значит Мы параллельно будем Да, я буду помогать вам Вот все, что вы скажете Ножечек, пожалуйста Выбирайте Ну вот такой Прекрасно Некоторые женщины боятся большого размера ножей А мне кажется, наоборот Большие ножи Ну как-то удобно, да Значит, мясо Значит, простой рецепт Мясо Мороженое или свежие Грибы белые Ну у нас сейчас свежих нет Значит, такие ароматные Белые чем славятся? Ароматом же Белые подосиновики, подбережки Сюда, лисички сюда не пойдут Не пойдут Не пойдут Они горьковатые Они не то, не то будут Лисички не пойдут Не пойдут Можно маслята, кстати Маслята Вот, и лук Вот это такое три единства, основа Скажите, лук я могу уже начинать резать? Ваня, пожалуйста, да Значит, такие Сливки и есть сметана у нас? Ну, моя дорогая Ну вы просто даете вопрос какие-то Знаете, это когда вы были Примокорейщики, ничего не было И посылали бабу за зерном Болеватом А у нас здесь все Сливки нужны, ну, жирненькие Для соуса Для соуса и сметаночка Сметаночка Вот она, все, смотрите Спасибо Значит, это блюдо Мы сразу понимаем Это блюдо хорошее Калорийное Сытное Всю семью Значит, сколько луковицы нужно? Луковицы желательно Шесть-восемь Ну, хотя бы шесть А вот так много? А что с ними сделать? Крупные, мелкие? Их надо резать Значит, давайте я покажу Вот как Для начала Вот пополам Вот ручку И вот полуходим И вот так Все, услышал Тогда это быстро Так, и этот лук Мы прямо будем обжаривать Или будем мы его тушить Сразу Мы Значит, он лучше Какой-то мисочек отдельный Он в последнюю очередь Предпоследний Значит, друзья Я напоминаю Такое количество А, лук Хорошо, он же мяско И немножечко И сок луковый Вы знаете, что можно В луковом соке Даже мариновать мясо Прямо вот так вот Да, да, да Прямо изысканно Изысканно А как вот вы Интересно мне узнать Вот вы Вот вы готовите Вот все это делаете Как вы это совмещаете С вашей основной профессией? Я делаю В свободное от работы время По воскресеньям По выходным Ну, в смысле По выходным Кто ваши основные едоки? Два сына Мамочка В общем, семья так В общем, семья То есть, ваши Ваши Прежде всего, родственники А большие компании А вот говорят, что Большие компании Не знаю В театральной постановке Вот вы премьера отыграла И вы сели все за большой стол И Мариночка принесла из дома Мяско В сметанном соусе И, ну, артисты И кто-то достал Маленькую-маленькую бутылочку водки Вы знаете Я в основном Меня просят Се испечь пирог Который я у вас тут делала Несколько лет назад Да Но только он Был тогда По-моему, с грибами Да С солеными А я его делаю В основном С всякими ягодами С фруктами Вот пироги меня просят Очень всегда я приношу А вот Валентина Веновна Талызина С которой мы играем Спектакль Моя любимая Которая играла мою мамочку Она Она приносит Приносила Картошку с грибами Или мясо с грибами Вот она у нас Ну, вот есть такое Например Есть такое у артистов Потому что вот наши зрители Я убежден Смотрят и думают Ну, неужели Артисты Настолько другие Что вот они Не могут себе принести Потому что, ну, понятно Когда конструкторское бюро Предположим Люди сидят Ну, вот они чертят-чертят Ну, черти Сидят-чертят И, понимаете И кто-то приносит из них С собой какую-то еду И так, кажется Разложили А театр-то другое Все-таки пришли К шести вечера На грим Сели А тут уж И пирожок с грибами Ну, вы знаете Это в основном Да, когда есть время В основном, когда едешь на гастрол На гастрол На гастрол в поезд Самолет как-то не берем В самолете как-то Тяжело в самолете Разворачивать курицу В фольге Ну, да А поезд как-то Ее попробуй пронеси еще Поезд как-то располагает Купе Вот как-то вот Обычно берем с собой что-то Поезд прекрасно Да И мне вот советуют Я вот пирог беру Слушайте, ну, поезды Когда артисты едут в поезде Вот интересно Артисты Вы какое самое дальнее расстояние Проезжали на поезде? На поезде? Вот на гастроли Или это какие-то Поволжские города, наверное Да, в основном? На поезде Я помню На Дальнем Востоке Мы ехали То ли 24 часа То ли В общем Из Благовещенска Это вы считаете Этого мамы на поезде Не ездили Я однажды У меня мама из Хабаровска Однажды Меня маленького мальчика Повезли Из Хабаровска Ленинград На поезде Можете себе представить? Вот это я не представляю себе Потому что У меня был самый дальний Пожалуй, переезд Не на гастроли А когда я ехала Поступать в институт Театральный Из Иркутска Вот Вот мы Иркутск проезжали Да Понимаете? Вот насколько Я преклоняюсь Я ехал Я ехал И в Иркутске Была такая маленькая Такая табличка Отсюда уезжала Марина Наша поступать Театральный Театральный А когда я училась в школе С поезда Из Владивостока В Москву Они Проходили Там у нас дача была Через железную дорогу И они так проезжали И я махала Махала Там Пусть и мне тоже люди Тоже махали Как-то такая романтика А вы знаете У нас под Ленинградом Когда я на даче И проезда проходит Я тоже махал Махал А мне ту бутылкой То пивной банкой Да нет Раньше были люди более воспитанные Такого не было раньше Не было раньше Ванечка Я уже мясо Подождите А может быть нам включить это Или это будет готовиться Просто в комнатной температуре Нет Нет Это отключить лучше Ваня Будет хозяин на кушке А включить на какую температуру На максимальное И еще бы хорошо водички туда добавить Прямо на максимальное температуру То есть мы не жарим А сразу тушим 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 Это будет Знаете Оно полудиетическое блюдо Оно сытное Но такое А водички мы сейчас туда через секунду А где у нас водичка? Потому что мясо будет тушиться Без масла Поэтому оно будет такое Полудиетическое Мясо ведь нежирное у нас Можно вместо говядины взять Или курицу Либо свинину даже можно взять нежирную Ну с грибами-то уж лучше С белыми-то говядинкой Ну да Чужно Смотрите, я сколько нарубил лука Хватит? Молодец, Ваня Еще? Давайте Ну давайте, давайте Хорошо Какой вы молодчимый? Я прям приглоняю Может быть хватит? Ну давайте еще Да, давайте Нормально, нормально Просто я первый раз Слышу, чтобы такое количество лука Да? Вот я Как для сосыли Значит вкусно Да Лук выдает Так Да, я уже грибы тут параллельно уже режу Чтобы у нас все было наготове Потому что мы еще второе будем делать блюдо Еще одно блюдо Хорошо Так Продолжайте резать белые грибы Друзья, у нас короткая рекламная Маленькая ваша любимая конфетуська Пауза на первом канале После которой мы вернемся Сюда обратно Какой юмор Ни отзыва, ни слова, ни привета Пустынью между нами мир лежит И мысль моя с вопросом без ответа Зачем же мать твоя на Буженине спит? Дорогие друзья, Смах на первом канале У нас здесь как сегодня Марина Яковлева И мы с Мариной И мы с Мариной Устроили такое здесь, ребята Ой, что мы устроили Марина, скажите Давно не говорил с артистами Что происходит вообще Вот когда я, знаете ли, учился в театральном институте К сожалению, я работаю не по профессии То есть меня в театре даже называют Знаете, вот есть, когда говорят, незаконно рожденный сын Вот в фильме Гардемарина Байстрюк Меня в театре Вахтангова называют Байстрюк Ну вот, а потом, ну потом выяснилось, что просто они не знают моей настоящей фамилии Да Называют такой вот Ну они Любя, Любя называют А вот скажите мне, Любя А вот возможно ли это все-таки, вот сколько слухов, что артисты ненавидят друг друга Вот и ненавидят Нет, я бы так не сказала, нет Вот прямо Нет, я не согласна с этим Вы не согласны Я не согласна Вы простите, смотрите, что у нас тут Да, у нас тут просто пена рванула Пусть, пусть, пусть кипит Помешать у нас Все это тушится 40 минут 40 минут А мы заготовили, значит, вот лучок заготовили Так, давайте-ка, может быть, мне предложить вам чуть-чуть все-таки сделать поменьше Ну вот сейчас можно чуть-чуть поменьше На 13 мы поставили И вот так вот оно должно 40 минут 40 минут Ну, то есть на таком на среднем огне Да, под крышкой тушится Вот оно тушится у нас Мы заготовили грибы Лучок вы нарезали, Ванечка, молодец Ну, значит, хватит Все, лука нам хватит Хватит, ну, 7 луковиц, много Можно 6, можно 4 Можно, вот кто лук не любит, может быть, тому это блюдо не подойдет Давайте так, кто лук не любит, 7 луковиц, кто лук любит, 63 Ну, можно и так А у вас есть продукты, которые вы не едите, не любите? Вот как-то особо практически все люблю, кроме... А вот у меня серьезное дело Я вначале не любил кабачки Вот я просто в детстве не любил кабачки Оливки Авокадо, когда я первый раз в жизни попробовал Я думал, что просто вообще они мне надо мной издеваются Я сказал бы, как это можно есть, ну, смешно Вот, что еще в детстве не любил? Крепленое вино И вот прошли годы Так, все Полностью все изменилось Сижу, авокадо, оливки, кабачки и, как говорится, заливаю Ну что, друзья, пока несколько слов наш корреспондент Так, мы вовремя взяли вот это... Кстати, это лук-порей, а не барабанные палочки Лук-порей Значит, мы... у нас тут пока мясо тушится, у нас есть 40 минут И мы быстренько сделаем, быстренько сделаем Такое легкое блюдо, которое, в общем, я, так сказать, услышала у визажиста, у девушки Она сказала, я очень люблю... А наша визажист, девушка, вообще слова не говорит Тушеный лук-порей Я, Игорь... Вот я вижу, сковородочку, можешь тут положить? Я говорю, что с луком-порей? Молчит Куда, здесь, на какую поставить можно? Вот на эту? Говорят, да Лучше вот на эту, да? У нас вообще раньше работали другие визажисты Ну, воровали, мы их поймали Просто на воровке за руку схватили За руку схватили, выносили консервы Так, значит, мы сделаем очень легкое блюдо, очень легко оно делается И в постову хорошо тоже Если кто постится, тоже очень удобно Потому что креветки с раковыми шейками Не являются Они являются, они весят как члены... Как членистоногие Членистоногие, а как написано? Членистоногих ешь Ешь, вот, вот Доброе утро, с Магдой, первом канале Продолжаем Ну что же Так, может быть, вас, как сказать... У вас лук хорошо получается резать? Давайте, я вам с удовольствием Я вам с удовольствием Прямо колечечками, да? Прямо колечками, да Аккуратненько И это тоже, да, все порезать А вот вы поститесь, простите Это вопрос не религиозный, а более гастрономический Я почему спрашиваю? Потому что мне вы замечательно выглядите И мне кажется, что у вас должны быть какие-то секреты Связанные с ограничениями Или с каким-то... Ой, потекло веселое мясо Ну, вы знаете, может быть, убрать Или вот так, вот так вот сделать Вот так, все будет хорошо Все будет прекрасно, да Поститься не всегда получается Потому что гастроли, съемки Действительно редко получается Но вот в этот раз получился пост В смысле гастрономическом Конечно, конечно Для меня очень полезен Некоторые, говорит, поправляются Но вот это вот блюдо, которое мы делаем Оно мне очень помогло Потому что я ничего не ел Кроме рис, гречка Ну, иногда жареный картофель И вот какие-то салаты Свеженькие, да Какие-то салаты Или вот, либо такое вот Это можно как теплое блюдо Либо это теплая закуска Либо это просто Можно и холодным есть это блюдо Оно такое из тайско-китайской Какой-то вот семени Это мы очень любим А у них они вообще мало едят мяса Они, кстати, мясо и тоже едят Но все-таки, согласитесь Они очень много едят Всякой зелени Да Много зелени А вот в Иркутске Что можно считать Таким вот, не знаю, не национальным Но традиционным блюдом Для жителей Иркутска Это умоль Умоль, байкальский умоль Да, любите Да, да Я знаю Да, да Ой, какого копчения, небось Такого холодненького Да, да А может быть даже умоль А вот нельма там не водится Нельма нет Нельма, по-моему, тоже есть А умоль прямо из Байкала Из Байкала Это рыба в основном В Байкале И вот, по-моему, какой-то вот Это значит, это экологически чистая рыба Да Это же невероятно Вот знаете, я о чем жалею? Что нет возможности У большинства наших сограждан И жителей Европы, и мира Вот как бы из-за такого расстояния Часто бывать на Байкале Да Потому что это же Ну это просто невозможные красоты места Ну согласитесь Да, да Это же просто что-то нечеловечески красиво Вот мы говорим Вот, Франция, Италия Да какая Франция? Какая Италия? Какая Черногория? Нет, это действительно Монтенегро Нет, многие мечтают Побывать на Байкале Просто ввиду экономических причин Идальность в Италии Ну вот слушайте, туда просто лететь Извините меня Дальше чем до Португалии Пять часов Как в Португалии Да, да, да Вот извините, я вам тут это Ничего И это мы тоже вот так же нарезаем, да? Да, да, да Так вот я быстренько Да, да, да А я, значит, у вас масло оливковое где-то я взяла У нас внизу Можно его взять, да? Можно его взять, да? Да, да Какой? Какой? Вот я думаю, что вот это Если мы будем на этом готовить Спасибо Да, готовить Сковородочка у нас не маленькая ли для того, что мы хотим с вами сделать? Нет, нет, не маленькая, нормально Не маленькая? Прекрасно Я добавляю оливковое масло Так, скажите, имеет ли смысл тоже ее включить, да? Да, имеет смысл включить И мы сейчас туда лучок добавим Так вот, да? Ну, такой на среднем Это такой средний, да? Побольше, да? Вот такой вот средний Так Все, у нас много прям лука этого, да? Вот так вот Это все лук-порей Вот это же тоже лук-порей? Да, да, да Только стебли уже, да? Да, да, да И его, да Не стебли, а листья Листья, листья Себель мы порезаем Все это режем То есть много лука-порей? Да, много лука-порей Это такой из китайской кухни. Тушим. Мне рассказали, как это очень легко делать. У меня прям сливинки потекли. Я прибежала, сделала. И потом еще добавила, украсила креветками и раковыми шейками. Кладем сюда. Прямо кладем сюда. Вываливаем. Сейчас это у нас будет... Мне кажется, что мы... Лучше бы взяли побольше створот. Нормально, нормально. Сейчас увидите. Все сейчас ужарится. Все, понял. Слушайте, ну пошел такой запах мяса. Мясо, да, хорошее. Аромат. Так, извините, можно тут я... Да-да, пожалуйста. Вы знаете, у нас, когда первое время здесь приехали сюда, в дневнике, где мы снимаем, здесь же была разруха в то время. И мы, когда уже варили мясо, сбегались люди. Да, то есть... Мы так, собственно, половину операторов набрали. Можно здесь? Я просто сюда, это, конечно... Ну, просто все прожарится, поэтому... На мясо люди пришли. Так. Так, вот видите, у нас хватило вполне этой сковородочки. Да. Мы тушим все это, тушим, тушим. Видите, хоть выскакивает, мы обратно возвращаем. Сейчас она будет размягчаться. Да, размягчается. А я напоминаю, что у нас... Что еще нам нужно будет для этого? Нужен соевый соус, кунжут. Так. Сейчас мы тогда... Соевый соус. Соевый соус. Кунжут. Кунжут. Так. И раковые шейки с... Раковые шейки с кревечкой, которые у нас уже готовы. Да. Ну что же, Марина, оставлю вас на секундочку на нашей кухне, друзья. Ну, конечно, ну, конечно, это она. Реклама на Первом канале, после которой мы вернемся. И вы узнаете, что бадминтон в переводе с чешского означает «марыся». Добавь-ка мне водку мятных капель для смеха. Заметался пожар голубой. Позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь. Мне отец подарил цинандали. Сергей Есенин. Друзья, Смах на Первом канале. У нас сейчас сегодня... Марина Яковлева готовит салатик тайский. Ох-ох-ох. Соевый соус. Кунжут. Все туда? Да, попозже чуть-чуть. Попозже. А сейчас... А сейчас мы можем грибочки. Мы можем грибочки, Ваня. Конечно. Можно опускать грибы туда, да? Значит, друзья, 40 минут наше мясо... Тушилось. Тушилось наше мясо. И мы положили туда белые порезанные грибочки. Размороженные или сырые, свежие. Если вы живете в Пьемонте, Италия. Или в Кривской области. Или в Калужской. И вот сейчас мы это все доводим до такого состояния. И сколько с грибами это должно еще лететь? Тоже минут 40. И еще минут 40. Так. Минут 40. А сейчас мы занимаемся салатом тайским. Секундочку. Да-да-да. Посильнее можно огонь поставить. Вот прямо все пошло огонь посильнее. И пошло уже с грибом. И еще минут 40. Это прямо такое рагу-рагу. Ну да-да-да. Прямо такое рагу-рагу. Рагу-рагу. Ну, тушеное. Салатик. Скажите, салатик, сколько обжаривается этот лук? Вот, ну, он обжаривается минут... Ну, сколько? Вот пока... До мягкости. До мягкости, до мягкости. Ну, он же мягкий. Мягкий, и мы можем добавить туда соевый соус. Соевый соус. Дорогая, позвольте, я буду делать, а вы говорите, что... Да-да, лейте-лейте. Так. Так, добавляйте. Ну, все, наверное. Ну, хватит, да. Чтобы не пересолить, да? Да-да, да, чтобы не пересолить. На каком этапе добавляем кунжутик? Кунжутик попозже. Немножечко, вот сейчас соевый соус чуть-чуть еще подпустится. У нас есть еще соль, у нас еще есть перец. Все, больше, а все, больше ничего не подпишем. Нет, соль, перец не надо, потому что соевый соус и так соленое. Да-да-да-да. Значит, добавляем уже, Иван, может быть, крупновато будут вот эти креветочки? Не надо чуть-чуть подрезать, нет? Подрезать? Или нормально? Господи, вот это святая женщина. Не крупноватые ли креветочки, говорите? Давайте будем так, положим, люди... Да это издалека вообще не креветка. Ну, все, кидай, кидай. Это белковая запятая. Иван, кидай им сюда. Давайте сюда. Значит, итак, мы добавляем сюда креветки. Добавляем сюда креветуськи. Вот они, шикарные, шикарные. Так, добавили. Креветуськи и для разнообразия раковые шеечки. Раковые шеечки. Такие. Да. Ну, можно просто одни креветки, а можно, знаете, если нет таких креветок вареных, можно даже купить, знаете, продаются такие в пакетиках, ну, как... А, для пива такие, неочищенные. Нет, ну, они с хвостиками. С хвостиками. Очищенные. Нет, вот эти лучше. Да, можно отрезать хвостики, и нарезать сюда тоже вкусно будет. Знаете, а можно отрезать хвостики, и хвостики не выбрасывать. Из этих хвостиков еще... Суп свалить. Суп свалить. Конечно. Ну, добавляйте. Ребята, на креветских хвостиках выросли как операторы. Я пришел, знаете, когда первый раз сюда... Ух, операторы. Славка, вот наш оператор был. Ну, еще тогда они женаты. Да, сейчас все поженились уже, все уже. Ух, там. Здесь семья. Значит, ребята... Все здесь? Все здесь. У нас вообще все родственники. Это хорошо. Так повелось. Да, Андрей Макаревич думает, что я его племянник. Так. Я подделал документы, и он меня поэтому пригласил везти. И здесь мы как-то все вот, как оказались все родственники. Ну, это очень хорошо. Да, вообще, мне кажется, это, знаете, как семейный театр такой. Ну, это здорово, это здорово. Это здорово, с одной стороны, но, с другой стороны, никто денег не платит. Ну, и все равно. Ну, как-то держитесь. Да. Иван, значит, уже почти готов. Буквально вот все? Буквально, он очень быстро готовится. Нужно добавить сюда кунжут. Слушайте, вот этот запах, это вообще самый лучший запах мира. Так, кунжутика, давайте. Кунжутика, да, да, да. Прямо сыпьте, сыпьте побольше. А, не жалейте. Не жалейте, еще, 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 еще. Еще две таких щепотки, вот так. Как прямо с кунжутиком-то мы? Да. Не боитесь, что будет легкий хру-хру? Ну, вот в том-то и фишечка. В этом-то и фишечка. Вот, да, да. Фишечка наша. В этом-то и смысл, да, да, да. В том-то и фишка. Значит, друзья, но какой запах роскошный. Не знаю, от чего, от грибов. От грибов, от грибов, конечно, от них. Ну, и салат тоже пахнет. Такие белые грибы, да, вот все-таки они короли леса. Да, да, да. Хотя, когда Филипп Киркоров в лесу, все-таки он король леса. Значит, рецепт салата, Марина, позвольте, я, вы меня поправьте. Мы берем лук-порей. Да. Нарезаем его колечечками. Да. И обжариваем на сковородочке до мягкости, на оливковой маске. Потом добавляем туда соевый соус. Немножечко еще так тушим. Добавляем туда креветочки, можно раковые шейки. После чего добавляем кунжута много. Да. И в таком виде еще какое-то время... Тушим, вот просто, чтобы все... Чтобы все было мягким, а белок наоборот, креветочки были наоборот твердыми. А креветочки были твердыми, да. Вот все. Все, салат готов. Все, салат готов. Тогда мы его выключаем. И пусть он стоит, просто на этот горяченький, тут еще дойдет. Это же теплый. Ну, слушайте, давайте назовем вещи своими именами. Теплый салат. Все-таки это, конечно, не салат, это такая закусочка. Ну, закусочка, да. Которая надо есть из плошечек. Да, закусочка. А плошечки-то у нас... Вот они, смотрите, вот из таких плошечек. Более того, ее можно даже есть китайскими палочками, мне кажется. Вполне, вполне, да. Так, а вот здесь, Марина, пока мы с вами там все. Здесь-то 40 минут прошло. 40 минут прошло. Прошли. Уже час 20 стоим. Добавляем лучок. А зрители сейчас сидят и думают, о, как жизнь идет. Пролетает просто, но не нос. О, как жизнь идет. Так. Так и не успеем посмотреть вечернее шоу какое-нибудь на первом канале. Успеем точно. Так. Так. Весь лук сюда. Весь лук сюда. Просто высыпать его нужно как-то так вот сюда. Ну, сейчас мы его будем как-то аккуратно, потому что я такого количества лука никогда еще не добавлял в блюдо. Ну, можно поменьше. Потому что такое ощущение, что это, знаете, это какой-то чиполиния. Ну, можно и поменьше, конечно, но вот мне нравится, когда много... Да, Марина, мы делаем так, как делаете вы. Запомните, все. Когда вы приходите в смак, вы делаете так, как вы хотите. Мы перемешиваем это? Перемешиваем, да, да, да. Можно поменьше лука, конечно. Это вообще, может, переборщили, но у нас много мяса, у нас много грибов, поэтому да, да. Сейчас мы это все, да. Вот так вот. Очень много лука. И лук должен стать стеклянным. Тогда мы уже добавим почти... Это будет последняя стадия, когда лук вот у нас размягчится. Ага. А даст сок весь свой. Да, даст сок, сам размягчится. Вот, ну, уже чтобы не совсем хрустел. Нет, ну, вообще не должно быть. Ну, так, мы станем стеклянным. И мы тогда добавим сливки и сметанку. И специи. Сливочки, сметанка, специи. Слушайте, ну, я прямо могу вам сказать, что это такое блюдо. Оно такое... Раз! И там. Ну, можно и со свининой. Можно со свининой тогда. Или с курицей. Все то же самое. Или с курицей, да. Только курочку, значит, поменьше надо. Вот такой... Вот хочется резко выйти из поста. Это самое лучшее блюдо, мне кажется. Вот самое... Ну, осторожно. Вот резко выходите из поста. Это надо... Это очень осторожно. Это опасный вы сейчас совет даете. Потому что люди к вам прислушаются, вас любят. И они начнут повторять. Так, все, закрыли. Значит, Марин, что произошло? Произошло вот что. Единение. Вот мы говорили, что у нас три основных кита, на которых... На которых лежит наше блюдо вот это. Да. Произошло единение мяса, грибов... И лука. И лука. Лук стал стеклянным. Лук стал стеклянным. И вот сейчас мы добавляем все специи. Специи, сметану и сливки. Значит, какие специи? Значит, специи... Специи... Посолить не забыли. Посолить. В конце солим. Солим. Щедро. Щедро солим, да. Соль в этом доме никогда не жалели. Молодцы. Наш продюсер даже иногда зарплату соли выплачет. Так бывает, да? Да. Полпачки. Все. Ну, я думаю, хватит все-таки, да. Перчик. У нас есть такой перчик, который... Черники. Давайте я это сделаю. Да, да, да. Чтобы... Да, да, да. Ой, молотого такого, да? Да, да, да. Как следует. Ну, да, вот. Вот он. Вот он, свежемолотость наша. Хорошо, он дает. Так. Так. Немножечко шафрана, буквально четвертую часть на кончике ножа. А вот шафранчика нашего. Ну, так вот. Вот так вот. Ну, да, да, да. Оп. Так, что еще? И можно хвили-сунели. А можно любую специи к мясу. Это наша хвиличка-сунелечка. Вот сюда. Ну, конечно, надо, чтобы было. Так, теперь мы берем. Теперь все. Все это перемешиваем. Да. Все наши специи. И вот все. Это уже почти последняя стадия. Со сливками забыли. Подождите. Мне кажется, что мы хвили-сунели можем чуть побольше добавить. Мы можем побольше. Шафрана чуть-чуть можно. Да. И шафранчика можем тоже еще чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Вот так вот. Так. Так-так-так. Вот. И вот мы это все. Вот, смотрите, как это все перемешалось. Перемешалось. Еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Обычно сольят руками, правильно? Молодец, Иван. Значит, давайте сливки и сметану. Ну, как я могу при вот этом взгляде солить ложкой? Значит, сметану и сливки. Сколько нам надо? Сливки жирные берем. Сметаны, ну, давайте несколько ложек. Если, например, нет, вот два и три. И сливочек для того, чтобы это было более-менее как-то все-таки соус. Чтобы это было в соусе. Да, вот у нас такие сливочки для соуса есть. Замечательные сливки просто. Чудесно. Да, да. Сливки, ну, в общем, кто как, зависит от диеты. Можно сливки сметаны. И все. Вот я считаю, все. Ну, дайте чуть-чуть. А вот смотрите. Вот такой же завитошек. Вот все. И? Да. Два. И специально для вас от Андрея Макареевича. Спасибо, спасибо, Андрей. Спасибо, Андрей. Спасибо, Иван. Спасибо, Андрей. Спасибо, Иван. Так моя бабушка говорила, что меня папа зовут Андрей. Да? Меня зовут Иван. Да. И когда мы у нее уносили буфеты, ее связали, скотчем привязали. Спасибо, Андрей. Спасибо, Иван. Все, так. Так. И вот теперь. Да. И вот теперь. Закрываем крышечкой, и это тушится, знаете, до такого состояния, все это тушится, когда сметанка, вот какие-то как золотые колечки такие вот образуются, вот как жирок сверху. Это вы, это вы, знаете, нам сейчас, чтобы не притушить, это вы считаете, нам ничего не сказали. Вот сколько на самом деле это, ну вот сколько, ну это минут еще. Минут еще десять. Еще минут десять. Да. Договорились. Все. Договорились. Иван. Значит, давайте я проговорю вице. Мы берем мясо, говядину, нарезаем небольшими кусочками. Да. И кладем это без всякого масла в кастрюлю. Доливаем туда воды, и все это начинает тушиться в течение 40 минут. После этого мы добавляем в это мясо белые грибы. И тушим еще 40 минут. Да. И после этого мы добавляем туда лука много. Много, полукольцами. Полукольцами. И минут пятнадцать этот лук там приходит тоже в сознание. Да. И уже после этого мы добавляем туда специи шафран, хмели-сунели, соль, свежемолотый перец. Все это сдабриваем сметаной и сливками для соуса. И оставляем еще минут на пятнадцать, чтобы, как говорится, потомились. Потомились это все. Мы можем все-таки, поскольку творчество, попробовать закусочку. Можем попробовать закусочку, а можем даже еще сверху пармезанчиком. Маль, а давайте я, с вашего позволения, вот вы говорите пармезан, а мне кажется, что в Китае и в Таиланде, откуда родом этот рецепт, пармезан? Ну, тогда не будем добавлять, действительно, может быть, это не будет органично. Мне кажется, что, вот смотрите, мне кажется, что мы имеем с вами полное право, пока у нас доходит наша говядинка, отведать вашего теплой закусочкой. Теплой закусочкой. Как мы ее назовем? Теплая закусочка. Тайско-китайская. Тайско-китайская стена. Стена. Так вот, если бы Таиланд с Китаем были бы соседями. Ну, давайте попробуем. Ну, я тебе попробую. Я не знаю, что получилось. Ммм. А это изысканно. Ммм. Знаете, что смешно? Что лук-пари, по вкусу он похож даже на какую-то капусту. Ну, да. Очень вкусно. Даже непонятно. Что это лук. Что это лук. И кунжут дает какую-то вот пикантность, такой вот хрустит. Не просто. Мне пикантность еще дает раковая шейка. Да? Вот. Ну, это, в общем, у нас такое совместное творчество получилось. Спасибо. Это просто потрясающе, друзья. Это нужно поаплодировать еще раз. Спасибо. Смотрите. Вот. У нас немножечко все, видите, ужарилось. И вот видите, и вот то, что у нас, друзья, должно получиться. Да, все верно? Да, все, абсолютно все. Ну что, давайте тогда и вот этого отвергаем. Можно уже это выключить. Самое интересное, что это к любому гарниру подойдет. И к рису, и к гречке, и к макаронам, и к картофелю. Ну, мясо с картофелем как-то не очень совместим, но тем не менее, кто любит. Кто вам прочитает, мясо с картофелем, ну а как? Ну, как лазичное. Слушайте, Марина, неужели у вас нет ни разу в жизни, там, я не знаю, у меня вот происходит такое где-то раз в неделю, когда хочется забыть про все. И съесть того, не что нужно, а что хочется. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Да, и все, и тогда я беру, натираю сельдерей, заливаю его свекольным соком, пускай туда лицо и ем вдохну. Но это если бы я был, как говорится, если бы я действительно слинул, Марина, а мы обязаны попозже. Да, да, да. Ну что там? Ну-ка, что там? Ну-ка, ну-ка. Ну-ка. Ах, как это оказывается интересно. Ах, как интересно, белый грибок. Белый грибок. Главное, что к любому гарниру подойдет. Знаете, я с вами согласен, что должно быть много лука. Да? То есть вот что-то такое вот... Это в сметанном соусе. Более того, не жирно это как-то. Да. Это диетическое блюдо, но полудиетическое. Дорогая Марина, сейчас мы хотим вам... Ну что мы можем вам подарить? Ну что вот у нас, понимаете? Общение. 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 Вот, понимаете, вот... И вот вы говорите словами нашего продюсера. Он говорит, ну что я вам могу заплатить, ребята? Общение. Вот что я тебе могу подарить. Но мы идем дальше. У нас есть продуктовая корзина с маком. Моя дорогая, в театре, в поезде. Где угодно. Вот просто в метро зайдете в вагон вот с этим, просто даже поездка в метро превратится в веселую, увлекательную газонамическую путешествие. Но это не только наш партнер. Дорогая Марина, спасибо вам, что вы там пришли. Позвольте мне поблагодарить вас, друзья. Спасибо большое. Позвольте, пожалуйста, Марине. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Я на секунду покину вас сейчас, для того, чтобы, друзья, сказать, увы и ах, но мы прощаемся с вами. Будет ли следующий выпуск «Смака»? Да, конечно, будет. Ведь надо смотреть будущее уверенно. «Смак» — наша жизнь. «Смак» — наша мать. «Смак» — наша Наташа. До свидания.